Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. В Идиопольском районе в результате взрыва мины погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе региональных спасателей, трагедия произошла в селе Иосиповка. По всей вероятности, мужчина в гараже пытался разобрать мину. А во Фрунзовском районе сотрудники службы спасения оборолись с огнем в здании сельского дома культуры. Пожар возник в арендованном помещении магазина бара. Площадь возгорания более 50 квадратных метров. Тем не менее, спасатели быстро справились с пламенем. Дом культуры удалось спасти. Пострадавших нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Снова участились ложные сообщения о минировании различных объектов городской инфраструктуры. В среду неизвестный хулиган сообщил о якобы заложенной взрывчатке в здании Одесского апелляционного административного суда. В три часа дня на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что здание суда на улице Софиевской заминировано. На место выехали правоохранители, спасатели и специалисты взрывотехники. Из админздания эвакуировали порядка 60 граждан и работников суда. Несколько часов ушло на обследование помещений и прилегающей территории. Никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ обнаружено не было, и суд продолжил работу в обычном режиме. Правоохранители устанавливают личность телефонного хулигана и напоминают об уголовной ответственности за подобные действия. Неудачная шутка может обернуться шестилетним тюремным сроком. В Измаиле сотрудники ГАИ задержали автомобиль, водитель которого перевозил запрещенные законом предметы, в том числе пистолет, холодное оружие и наркотики. Внимание сотрудников госавтоинспекции привлек автомобиль Део Ланос, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Транспортное средство остановили, водителю предложили пройти медосмотр, от которого он категорически отказался. В салоне автомобиля обнаружены пакеты с каннабисом, травматический пистолет, нож и деревянная бита. Как выяснилось, 34-летний измаильчанин ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков и сейчас находится на испытательном сроке. Сам задержанный пояснил, что нож и бит увозил с собой как средство самозащиты, а обнаруженные наркотики и пистолет ему вообще не принадлежат. Открыто уголовное производство, до суда подозреваемый будет находиться под домашним арестом. К семи годам лишения свободы приговорен мужчина, признанный виновным в ряде разбойных нападений. Как выяснилось во время следствия, преступник подыскивал себе жертв в микрорайоне Таирова, в основном состоятельных мужчин. Сначала злоумышленник заводил дружескую беседу, а затем в безлюдном месте наносил удар, от которого потерпевший терял сознание. К слову, осужденный владеет боевыми искусствами. Пока жертва находилась без сознания, преступник забирал ценности. Как отмечают в пресс-службе Киевского райсуда, злоумышленник полностью признал свою вину и с удовольствием демонстрировал следствию боевые приемы. В Одессе за получение неправомерной выгоды задержан военком региона. Сотрудники СБУ провели в Одесском областном военкомате спецоперацию, в результате которой задержаны военный комиссар региона Юрий Пескун и несколько его подчиненных. По словам правоохранителей, причина задержания – взяточничество. Военный комиссар Одесской области Юрий Пескун и его коллега были задержаны в момент получения взятки в своих кабинетах за содействие уклонению от мобилизации. Оперативники СБУ изъяли у офицеров 1700 долларов США. Силовики отметили, что это уже не первая попытка военкома обогатиться незаконным путем. В 2011 году Юрий Пескун стал участником коррупционного скандала в должности военкома Киевского района. Тогда в сети появилось видео, на котором было видно, как Пескун обсуждал в своем кабинете получение 300 долларов за выдачу военного билета. Но в тот раз сотрудники военной прокуратуры отказали в возбуждении уголовного дела, так как по версии силовиков было недостаточно данных, подтверждающих нарушения. Теперь же по факту совершенного правонарушения уголовное производство возбуждено. Как сообщают в СБУ, во время задержания Юрию Пескуну стало плохо. На место спецоперации прибыла карета скорой помощи. Кроме того, в Одесской области на взятки попался глава сельсовета. Руководитель требовал и получил от предпринимателя 11,5 тысяч гривен за положительное решение земельного вопроса. Национальный банк Украины повысил лимиты на снятие средств со счетов банков до 300 тысяч гривен в сутки для одного клиента. Соответствующее постановление вступит в силу 4 июня и будет действовать до 3 сентября. В частности, ограничение на снятие денег с гривневых счетов повышено со 150 тысяч до 300 тысяч гривен в сутки для одного клиента. Ситуация на депозитном рынке в последнее время является позитивной, констатирует в руководстве Нацбанка. По данным ведомства, в стране наблюдается рост вклада в национальной и иностранной валютах. Президент Украины поручил усилить охрану главы Одесской облгосадминистрации. Об этом сам Михаил Саакашвили рассказал в интервью грузинскому телеканалу Руставидова. «Меня охраняет группа подразделения спецназначения. Тут охрана сильнее, чем была в Киеве», отметил Саакашвили. «Это не означает, что я не должен общаться с людьми, дистанции быть не должно. Президент издал дополнительное распоряжение с точки зрения моей безопасности. Я этого не требовал», подчеркнул губернатор. Председатель Одесской облгосадминистрации также добавил, что угроза безопасности в регионе есть, но мы готовы к этому. Конец цитаты. ЕБРР в Одессе инспектирует уже инициированные и проводит встречи по потенциальным проектам, которые может реализовать город совместно с Банком реконструкции и развития. Во время встречи в мэрии также говорили об инвестиционном потенциале Одессы и конкретно тех сферах, куда готовы вкладывать свои средства европейские инвесторы. Европейский банк реконструкции и развития играет активную роль в развитии частного сектора, а также поддержание создания условий для его развития, в том числе и в Одессе. Цель нашего визита – ознакомление в целом с экономической ситуацией в Украине в целом. Завтра мы едем еще и в миф, но сегодня нас также интересует Одесса. Украине, Одессе как никогда необходимо внимание, необходима помощь для того, чтобы развиваться и продемонстрировать всему миру о том, что мы, украинцы, способны в сложное, крайне сложное время для нашей страны не искать оправдания пережителями, почему не происходит улучшение жизни, а мы ищем способы для того, чтобы сегодня развивалась Украина. Городской голова отметил, что рассчитывая на помощь западных партнеров, городская власть последний год посвятила тому, чтобы отвечать их требованиям. Эффективнее стали использоваться внутренние городские активы. Создана система открытости власти, электронный город. Но самое главное, уверен Геннадий Труханов, удалось сохранить мир и стабильность в Одессе. А значит, уверенность в завтрашнем дне и возможности для развития. У нас есть уже в городе проекты, реализуемые с помощью кредитов банка. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча сможет дать новый импульс нашим взаимоотношениям, плотным взаимоотношениям. В данном случае в транспортном, в энергосберегающих технологиях. И будем очень благодарны, если наше сотрудничество приведет к практическим результатам и наш город станет еще красивее и лучше. Итог встречи – подготовка нескольких совместных проектов. И вывод экспертов – Одесса – это город с благоприятным инвестиционным климатом. Давайте не забывать, что страна столкнулась с сильными вызовами и не мне рассказывать вам, какие это именно вызовы. Но я считаю, что мэр города абсолютно понимает ситуацию и полностью выполняет то, что должен. Европейский банк реконструкции и развития готов поддерживать эту деятельность, в частности, в области общественного транспорта. В районе Маринки под Донецком 3 июня начался масштабный бой, сообщают военные. Там же находится и Одесская гвардейская 28-я механизированная бригада. Массированный обстрел Маринки, мелкие фронтальные столкновения по всему периметру населенного пункта и в окрестностях начались утром 3 июня. После почти 10-ти часового боя военным удалось удержать Маринку. По данным пресс-службы Генштаба, перелом наступил, когда в бой вступила артиллерия вооруженных сил Украины, ранее отведенная в тыл в соответствии с минскими соглашениями. Перед тем, как открыть ответный арт-огонь, уточнили в Генштабе, украинское командование проинформировало происходящим зарубежных партнеров. Более 30 раненых украинских военных вывезены из-под огня и доставлены в медучреждения. Сообщения об убитых пока противоречивы. Вернувшиеся с войны бойцы и побывавшие в госпиталях воины требуют не только ухода, связанного с перенесенными физическими травмами, но и психологической реабилитации, позволяющей вернуться к жизни в мирном обществе среди гражданских людей. Волонтеры, помогающие адаптироваться бойцам Украины, принимают опыт у своих зарубежных коллег. Что это за опыт и как происходит поствоенная психологическая реабилитация, альтруисты рассказали на встрече с журналистами. Эмоциональное выгорание – одна из главных проблем бойцов украинской армии. Пережившие Донбасс войны в подавляющем большинстве возвращаются с психологическими травмами, справиться с которыми в одиночку крайне проблематично. Но пока в Украине структурированных реабилитационных программ по психологии нет. Все происходит на чистом энтузиазме, говорят волонтеры. Такое понятие существует, но оно такое пришло извне. Мы где-то чего-то о нем слышали, где-то чего-то о нем знаем, но понятие психологической реабилитации и факта как такового не существует, к сожалению. Ребята, вне зависимости от того, пострадали они физически, морально или как бы вообще не проходили через госпиталь, они все нуждаются в психологической поддержке. При этом волонтеры рассказывают, что очень часто военнослужащие, вернувшиеся с линии фронта, не принимают всерьез молодых специалистов-психологов. Научиться методом психологической реабилитации волонтеры решили у своих латвийских коллег. Одесские общественники рассказывают, по каким причинам выбрали именно прибалтийских психологов. Почему Латвия? Потому что у нас есть контакты с этой страной. Я буду говорить так, как есть. Мы безумно хотели пригласить израильтян, американцев и так далее, и так далее, и так далее. Те, у которых есть достаточно громадный опыт и громадное участие во всех и наработке. Украинские волонтеры надеются, что встречи с зарубежными коллегами, имеющими опыт реабилитации своих сограждан и военных миротворцев других государств, поможет повысить профессиональный уровень отечественных психологов. Лето – время активизации кишечных инфекций. В жаркий период года недостаточная гигиена может сыграть с человеком злую шутку. И тогда вместо запланированного отпуска или вечеров у кромки моря можно провести лето на больничной койке инфекционного отделения. По словам специалистов, как правило, причиной разного рода кишечных заболеваний в летний период является несоблюдение правил личной гигиены, употребление загрязненной питьевой воды, немытых или плохо вымытых овощей и фруктов. Нередко источником беды становятся некачественное мясо или молочные продукты, хранившиеся в ненадлежащих условиях. Что знают потребители о профилактике инфекционных заболеваний мы спросили у одесситов. Тяжечь руки, наверное, мыть. В конце концов, там своя посуда. Мама у меня обычно моет все, что мы покупаем. Запрещает есть просто клубнику, которую собрали с огорода. Ну, там куча микробов. У меня дядя отравился этим. Всегда мыю руки, заходя вообще домой. А тем более, когда я принимаю пищу. Это уже просто привычка. У других идут на базар, пробуют клубнику. Я ее никогда не пробую, не мыть. Гигиену я всю жизнь соблюдаю. Руки мою четыре раза на день. Только что вот заходил, короче, мыл руки. Буквально пять минут назад. Ну, всем желательно мыть руки, смотреть за гигиеной, особенно это маленьким детям касательно. Главное, не лениться. Чаще моете, будете здоровы. Еще одно условие профилактики – ответственное отношение к потребляемым продуктам, напоминают наши собеседники. Мою чаще руки и фрукты. Конечно, воду фильтрую из-под крана. Большинство продуктов у нас на своих. И мы молоко покупаем у своих яиц. То есть, такие продукты, которые мы уверены в них. При жаре очень много развивается бактерий. Очень важно мыть руки все время перед едой. Фрукты, ягоды. И меньше употреблять кремов в тортах, потому что при высокой температуре больше размножаются бактерии. Мы озонируем просто воду и потом в эту озонированную воду кладем фрукты. Фрукты, овощи, зелень. Оно минут десять полежит, потом мы их используем. Озон убивает микрофлору, вернее, бактериальную флору. То есть, полезное оставляет, а отрицательное, то, что нам не подходит, убивает. Особенно подвержены инфекционным опасностям в жаркий период года дети. Естественно, моем каждый день после прихода с улицы. Ручки моем, ножки. Личико, да. В квартире чаще убираем. Если мы, допустим, ей овощи варим, мы с вечера их замачиваем. Вот тот же, допустим, супчик. Впрочем, специалисты советуют не просто подержать овощи и фрукты в воде, а подержать их в растворе соды, а то и обдать кипятком. Небезопасной с точки зрения микрофлоры летом считается и морская вода. На жаре температура в море иногда поднимается до 27-28 градусов. А это в условиях прибрежных волноломов самая благоприятная среда для размножения разного рода бактерий. Опрошенные нами одесситы признались, что стараются довольно осторожно вести себя на море, а то и вовсе туда не ходить. Воду, конечно, уже не глотает никто. Это тогда было полезно глотать воду. А теперь эта вода, особенно около берега, она не чистая. Там ПДК превышает 500 и более. Хоть мы тут давно живем, но мы на море практически не ходим. Дети у нас ходят в отдельные бассейны, но не в морскую воду. В морской воде, насколько я знаю, не очень хорошо купаться, к сожалению. А если еще учесть, то там и собаки купаются, и пару раз попадали, мы и бездомные мылись. Если прийти и сразу домой помыться, то, я думаю, ничего страшного не случится. И, естественно, главное не пить ее, эту воду. Ну и смотреть, чтобы ребенок там, что ему ноги помочить, я думаю, тут ничего страшного не случится. Правда, есть среди встреченных нами одесситов и те, кто не верит ни в какую заразу. Вообще-то, Одесса инфекции не боится. И одесситы в первую очередь. Почему? Как почему? Потому что само слово одессит, это говорит о многом. Как бы там ни было, но специалисты-эпидемиологи настойчиво рекомендуют в летний период строго соблюдать правила личной гигиены, не употреблять пищу, у которой вышел срок годности или не были соблюдены условия хранения. Скоро портящиеся продукты хранить только в холодильнике при температуре не выше плюс 5. И, безусловно, не лениться мыть руки, овощи и фрукты. Лето – прекрасная пора, когда почти у каждого есть возможность насладиться общением с природой, которое, впрочем, может преподнести и неприятные сюрпризы. В высоких душистых травах в тенистых лесополосах скрываются клещи. Чем грозит укус этих маленьких, но весьма опасных для человека членистоногих? Как избежать возможных тяжелых заболеваний? После новостей в программе «Тема дня» рассказывает главврач Одесской городской инфекционной больницы Светлана Лаврякова. Если получилось у вас извлечь клеща, много разных способов, но если он не извлекается, то лучше это сделать в условиях медицинского учреждения. Хирург, любой хирург извлечет клеща, значит, клеща можно поместить в небольшую емкость, есть такие, как пробирочки продаются, такие специальные емкость, любую, баночку можно положить. И отвезли его в вирусологическую лабораторию обл.сесс к вокзалу на Старостяную площадь. Клеща проверят и выдадут ответ, инфицирован или нет. А вот чем он может быть инфицирован? Затем вы должны, человек может приехать в инфекционную больницу в любое время, круглосуточно к инфекционисту, и инфекционист напишет, какие антибиотики нужно принять, потому что это будет профилактика того заболевания, которое может вызвать укус клеща. Как правило, это болезнь Лайма, клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит. Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в Одессе склад с поддельными лекарственными препаратами и задержали двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже фальсификата. Как выяснилось в ходе расследования, двое одесситов через аптеки сбывали населению фальсифицированные лекарства. Во время обыска на складе правоохранителя обнаружили медицинские препараты, изготовленные на основе спирта, в том числе коттерпин, этил, спирт этиловый и биосепт. Открыто уголовное производство. Один из злоумышленников задержан, второй находится в розыске. Правоохранители задержали одессита за продажу наркотиков. Кусты конопли мужчина выращивал у себя дома, а после сбора урожая изготавливал наркотическое вещество – каннабис. Во время обыска в частном доме сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили не только конопляные кусты, которые как цветы росли прямо в вазонах, но и около 100 граммов уже готовые к употреблению марихуаны. Открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В Одессе за взяточничество задержан военком региона. Сотрудники СБУ зафиксировали во время спецоперации получение военкома МЗД за уклонение от мобилизации. В этот же день представители ЕБРР оценивали инвестиционный климат региона. Давайте не забывать, что страна столкнулась с сильными вызовами, и не мне рассказывать вам, какие это именно вызовы. Но я считаю, что мэр города абсолютно понимает ситуацию и полностью выполняет то, что должен. Европейский банк реконструкции и развития готов поддерживать эту деятельность, в частности, в области общественного транспорта. Один из упомянутых европейскими гостями вызовов – война на Донбассе. В среду после 10-ти часовых боев в Маринке, близ Донецка, порядка 30 одесситов, служащих 28-й механизированной бригадой, получили ранения и доставлены в медучреждения. Населенный пункт украинские военные отбили. Но, по словам психологов, все те, кто прошел через ужасы войны, травмированы вне зависимости от физических ранений. Ребята, которые возвращаются с фронта, вне зависимости от того, пострадали они физически, морально или как бы вообще не проходили через госпиталь, они все нуждаются в психологической поддержке. Долгожданное лето – это солнце, море, разнотравие и многообразие овощей и фруктов. Но дабы не превратить красочный сезон в унылый досуг на больничной койке, нужно помнить об элементарных правилах. При жаре очень много развивается бактерий. Очень важно мыть руки все время перед едой, фрукты, ягоды и меньше употреблять кремов в тортах, потому что при высокой температуре больше размножаются бактерии. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok